привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь я хотел бы прочитать три очень важные вещи три шага к богу первый шаг богу к нашему покаяния человек должен признать свою греховность и отречься от своей прошлой жизни деяния 2 глава 38 стих исповедание человек своими устами должен исповедовать и всем своим сердцем принять иисуса христа как своего владыку который спасает спасет его от всякого греха римлянам 10 глава 9 до 13 стих 3 крещение человек должен в присутствии членам церкви засвидетельствовать о своем воссоединении со христом его народом приняв водное крещение матфея 28 глава 19 стих эти три шага которые мы должны сделать когда идем за богом но если нет возможности у кого-то или жизнь ему не дает это сделать или он не может сделать где-то он сейчас один плохих условиях должен просто принять господа нашего иисуса христа как спасителя покаяться в покаяться на коленях перед ним и начать жизнь с ним и все и бог это но это все тоже очень разбивались очень вначале прочитал это надо делать всем если есть конечно возможность а если у тебя сейчас реально ты стоишь перед таким моментом жить или не жить покайся прими господа иисуса христа ваза кричи к нему что ну пока из покаяться в грехах речи при нем прими его в свое сердце и начни жить с ним вместе и все тогда библия договорить много не списание про это говорят что тогда будет прочтены твои грехи и ты придешь к богу нашим на небесах и твое имя будет записано книгу жизни так что идите за богом начинайте читать библию доверяйте богу во всем даже я иногда падаю но все равно я стою с божьей помощью бог живой он делает великое недоступное так что будем с богом служить ему во имя отца и сына и святого духа аминь аминь